Промоутер Том Лефлир представляющий интересы Геннадия Головкина, раскрыл некоторые финансовые детали сделки с командой мексиканца Сауля Канело Альвареса, по их бою на 16 сентября. По его словам стороны согласились на процентное разделение дохода от боя, хотя изначально промоутеры Канело предлагали Головкину фиксированный гонорар с восьмизначной суммой. Есть пара замечаний, хотя я не могу вдаваться в подробности, потому что это конфиденциально, но с самого начала мы выступали за процентное разделение. Если бой выйдет успешным, оба бойца получат вознаграждение. Если же ожидание не оправдается, то не должна страдать та сторона, которая платит гарантированный гонорар. Думаю мы бы сделали этот бой в любом случае, будь то процентная сделка, или гарантированный гонорар. Мы были очень близки к тому, чтобы согласиться на гонорар. Но смогли повернуть в сторону процентов в отличие от других бойцов, которые выбирают деньги. Теперь если бой получится необычайно успешным, обе стороны получат огромные деньги. Если боксеры не будут продвигать свой бой, продавать билеты и ППВ, а просто запрутся в тренажерном лагере, это отразится и на промоушене. Поэтому я считаю, что процентное разделение самое справедливое, сказал Лефлер в интервью UCNLive.com. Ранее промоутер Головкина прояснил ситуацию со взвешиванием и титулами, которые будут стоять на кону боя с Альварисом. При этом его коллега Оскар Делохой выразил мнение, что этому поединку не требуется дополнительная реклама. Продолжение следует...